Да ты с самого начала и делай Плохо Блин, сердце Здесь будут титры, так делать не нужно Я должен передействовать О, типа того Только ноги у меня неправильно сработали Одеток мы учим так Это очень более сложно Мы учим когда голову засунуть Взять отворот То есть Скопиться То есть он туда лезет за отворотом И его внимание уходит И он должен обязательно голову туда Тогда он перетихает Это тоже подготовительное упражнение Где-то можно делить Единственный момент Что я то не вижу Только разверни его Только разверни его ко мне Юр, развернись ко мне Здесь Обязательно надо Да не, ничего не делать Сами спирать? Да, ну просто Вот он рук если что Расслабить и что Здесь я так вот Взял Теперь очень быстро Продайте сюда А теперь второй корпус Головой Идет сюда Вот он Теперь рука отбивается И делает И так Ближе 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 Смотрите Чем дальше Вот здесь вот будет И он хренует И он Может практически Вот здесь вот Скотиться 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 А что через это? Да С головами Вот сюда Но только так же, как Володя. Человек берет, но тем ниже уровень, тем шире должна быть стойка. Сразу объясняйте, что делать надо очень быстро. Здесь подпечный корпус не заваливался. Теперь движение должно быть не сюда, не градом, а только сюда. Должна идти голова. Человек здесь, на самом деле, не просто держится. А если что, он вернулся. Здесь, нога отрывается. О, красиво. И все. Молодец. Больше на плюх похож. Подможку, заднюю подможку. Это было в контексте того семинара, который нужно было. Сейчас бы я хотел поделить внимание на Ирине, потому что она мне очень нравится. И с этого положения в результате делается очень много бросков. Как в боевом аспекте, так и, как сказать, в спортивном. То есть, одновременная стойка делается. Захват убирается в стороночку. Захват или, может быть, потом атака, не так важно. То есть, вы уходите в сторону. Заходите сюда. Атака делается на подворот. В боевой ситуации это глаза и нос. Это может быть удар. Это можно делать. Вы можете сцепиться сюда. Можете снимать на несколько ударов. Можете что-то сделать. Но, самое важное, чтобы вы оказались здесь. Только тогда. Просто у вас уха остается ровно. Может быть горло. И делаем удар. Его не отпускаем. Позволяю ему, потому что, может быть, очень боевой парень. И захочет подниматься. Тогда я просто его здесь держу. Болевое воздействие довольно неприятное. То есть, мне важно, чтобы он никуда с этого положения не уходил. Хотя бы какой-то время. Тогда может быть другая работа. Поэтому, контроль ногами важен. Почему? Многие делают ошибку, стараются уйти. То есть, ну, потому что это всегда у человека стресс. Если начинается такая боевая ситуация. Все стараются уйти. Нужно на администрацию уйти. Не надо к нему. То есть, я должен быть здесь. Чтобы ничего он мне не сделал. Чем я ближе, тем ему тяжелее вставать. Действительно, да? То есть, я самим действующим. На нем нахожусь. Я на нем сижу. Где-то, кстати, сегодня на вечерний день оказывается чуть-чуть дальше. Давайте попробуем. Он там еще чуть-чуть модификации сделан. То есть, нужно уйти с меня и сделать спорт. Кому как удобно по ситуации. То есть, у нас будет такая теги, которая здесь не уйти, я не причастен. Я могу смотреть на одном из семинаров. Сейчас, что интересно, я прошу вас сделать внутри. Почему внутри? Если он вам позволил приблизиться, то здесь открывается очень много разных возможных атак. И не только. Во-первых, у вас, во-первых, вы эту руку постоянно будете перекрывать. То, что есть в зудо, это есть в айкидо. Я только не знаю точного названия техники. Вчера Виталий Витальевич демонстрировал. Вот это. Пропускание. То есть, в данном синдроме у меня открывается очень много возможностей. Вообще, если честно, чтобы человека сварить, достаточно для него головы. Тогда не надо вообще делать никаких техник. Наш позвоночник устроен так, что когда идет смещение головы, наш мужичок работает совсем по-другому. И когда человек находится в алкогольном или наркотическом оттенении, наносить ему удары, ну, малоэффективно. То есть, конечно, вы его можете, но это будет намного дольше, потому что он находится, по сути дела, под наркозом. А шея у всех ненакова. То есть, работа с головой позволяет вам, любого человека, даже в каком он состоянии находится, вывести из равновесия. Смещение головы приводит к выведению из равновесия. Поэтому я вам спрошу, чтобы пока, ну, по крайней мере, на том семинаре, который я вижу, чтобы вы заходили внутри. То есть, вот здесь. Внутренняя сторона позволяет вам очень быстро вывести оппоненты из равновесия. Давайте попробуем. То есть, вот уход есть, да? Можно за счет шеи. А есть вот такой же. То есть, вот за счет вот этого. То есть, вот здесь оплатить шею и постараться собрать вот эту часть его. То есть, вы сбиваете руку и вы уходите сюда. То есть, может быть, любая работа. И тем самым вам будет легче его вывести из равновесия. И если совсем так просто вывести, то здесь тоже идет, потому что там очень сильно вывести шею. То есть, вы делаете вот такой скручиваемый и забираете свою руку. То есть, поднимая его шеями и позвонки вот этим местом, вы их как будто счищаете и забираете к себе. Здесь происходит у человека ущемление. Здесь, если вы сильно глубоко залезли, то шея, если шея хлипкая, то она может просто сломаться. Если вы попали на артерию, то человек теряет сознание. Потому что в момент поединка очень активно взрослый поступает. И, как, наверное, знаете, в детстве нажимали, человек терял сознание, потому что на него надавливали. И происходило голодание мозга. Здесь происходит такое же. То есть, если вы легче спируете, то человек может на несколько секунд даже потеряться. Ну и здесь, если взрослый присутствует, ничего страшного нет? Ты это не прямая же? Трансляция нет. Какой манифер, который мне не было в этом. То есть, раз, вот сюда. Садили вот сюда. Ну, точно отклонится голова. У него окнушение. Сажая его вниз. Вы его посадите на его, по сути дела, позвоночник. Мех. То есть, вот вы его посадите сюда на позвоночник. Головой, своим весом. Вот этим плечом. Я не позволяю никогда голове. Здесь треугольник. Вот сюда. Кивок. То есть, если скорость. Посадка очень быстрая. То у человека окнушение позвонка и он пригибает. Это уже из-за того, как снимают часа. Снимать сзади. И голову его посадить ниже. Или это может быть просто сдерживание. Если это человек, там, какой-то агрессивный. Вы можете его тогда сюда завидеть. Но если его посадить, то он сзади будет двигаться. То есть, вы его здесь можете подходить и сдерживать спокойно. И смотреть, если что-то там по карману могут сказать. То есть, он подерживается. Ущемление. Давайте попробуем сзади зайти. То есть, сделать полный заход. То есть, уход. У вас такая цифра. Здесь его просадить. И оказаться вот здесь. Ну, это в спортивном удушающем. Обработка на удержание. В боевой аспект это. Человек будет под вашим контролем. Спасибо большое. И давайте выбирать. То есть, вот так. Такой контроль есть. И про второй контроль. Он слабший контроль. Но он действительно не действует. То есть, это вот здесь. Ну, тоже голову. Я голову с три грани. Действительно, да? Спасибо большое, что, Саша, показываете, что это действительно действует. Если второй контроль, он слабее, тогда нужно проворачивать голову. Первый контроль, он очень сильный, потому что он идет сразу прямой на нашу гортань. Воздействие прямой. Да, Володя, можно взять отворот кимоно или отворот куртки, если она вам попала. Но голая рука, поверьте, работает очень быстро. А еще, как я заметил, маленькую особенность. Когда вы делаете, вы просто тянете. Я не тяну. Я проворачиваю. Смотрите. Покрикать. То есть, вот так тянуете, просто так тянуете. Да, будет хорошо. Чуть-чуть подворот. Саша, отпустим, мне тяжело. Я делаю вот что. Я постоянно проворачиваю. И оно туда заходит. Как защелка карабина. То есть, вы должны постоянно туда его, вот эти места постоянно продевать. То есть, наша киска, супинация киски очень сильная. Удержать ее практически невозможно. Ну, я не знаю, какие киски должны быть. То есть, в человеческих условиях есть всегда степень свобода, клубка или что-то. То есть, подворачивая руку, вы очень легко провозите. Давайте попробовать это сделать. То есть, не судорожно на себя тянуть. А попробовать за счет, вообще, вот так сделать одну руку, как упражнение. То есть, вы попали его. Одну руку попробовать. Что? Одну руку можно или нет? Я думаю, что можно. Попробуйте, как упражнение. Конечно, две руки, это вот сила. Просто для того, чтобы у вас работали руки. Проворачивая руку, делая СУ-12 выбор, проникаете довольно. Далее, стандарт, чтобы прикрыть. Упражение вопрос задавали. То есть, что если мы прикрыли? Если мы прикрыли, то вы откроете его. Один раз навернули, если здесь тянули. Второй раз вы тут наверняли, то не может быть. В нотке находиться ваша рука. Попробуйте и сменим. Нужно подкручивать, чтобы где-то видел этот момент. Да, действительно, бывает такое. Если он зафиксировал, то нужно пройти вот от уха. Проходя от уха, я его снова подниму и могу работать своей рукой. То есть, мы это когда-то делали, лёжа в положении. То есть, нигде ничего не меняется. Принципы сохраняются. Вот он зафиксировал ему недавний руку. Я от уха, туда снова пройду. И всё будет такая же работа. Работает или нет? Всё, значит хорошо. Попробуйте прям сидеть. Что будет, если человек может быть разным подготовленным. Может он и собрал ваши руки, у вас всегда есть вторая рука. Попробуйте.